После распада Советского Союза Бухарина, его флот под командованием адмирала Ивана Юмашева переместился на Дальний Восток, где он служил Генриху Ягоде. Союза Ягоды получилось повторить судьбу Бухаринского и также распасться. Когда адмирал Иван Юмашев узнал об этом, то весь флот двинул на Камчатку. Не имев никакого производства, моряки поняли, что единственный способ выжить это грабить судно Тихого океана, и не важно чьи, будь то американские, японские или вообще без обозначения. В данной модификации для The New Order длиной в 2 года мы сможем проникнуться жизнью советского флота во всех подробностях. С самого начала игры за Камчатку нам дает понять, что профессионализм советских пиратов оставляет желать лучшего. С каждой вылазкой погибает все больше членов Старой Гвардии, а некоторые недовольны недостатком припасов и забирают всю добычу себе, нежели отдают адмиралу. Если раньше у советского флота была какая-то цель вроде службы на благо страны, то теперь это просто попытка выжить. Первая часть дерева небольшая и знакомит нас с механиками Камчатки, включая пиратство, и заканчивает предложением Щедрина о амбициозном плане. План заключается в том, что весь советский флот приплывет в западный российский революционный фронт, где и продолжит службу очередному Советскому Союзу. Вроде звучит просто, добиваться этого морякам придется долго, и вообще стоит начать с предателей внутри и непрофессиональности флота. Первая ветвь фокусов помогает обжиться конвоями, припасами и открывает доступ к черному рынку Дихого океана, где мы сможем скупать и продавать припасы с топливом, которые необходимы для нашего путешествия. Вторая ветка фокусов будет о том, как русские связываются с ЦРУ, чтобы получить проход через Панамский канал. Ради этого нужно будет стать врагом японцев, часто грабя их корабли, и ЦРУ согласится помочь. Хоть некоторые во флоте и недовольны подобным раскладом, и поначалу думают, что ЦРУ их используют, у них просто нет другого выбора. В третьей ветке фокусов нам получится сделать из моряков настоящих дисциплинированных советских пиратов, которые не готовы мириться с предателями Камчатки, и которые будут верны Адмиралу и Советскому флоту. Как только все три ветки будут пройдены, откроются два последних фокуса. После изучения последнего автоматически начнется подготовка в 60 дней к отплытию, а по ее завершению можно будет покинуть Камчатку. Путешествие будет долгим и опасным, а пройдет оно через Берингово море, потом к западному берегу Южной Америки, ненадолго остановится в Сан-Диего, а потом опять продолжит движение через Панамский канал до остановки в Норфолк. Дальше от Канады к Исландии и прямиком через Норвежское море приплывет к ЗРФ, в котором американские агенты заранее сообщат о прибытии. Вся поездка продлится 90 дней, и по отплытию вас просто перекинет за фронт, и Камчатка получит стул в качестве лидера. А вот тут и самая важная часть. Через 90 дней в ЗРФ приплывут лишь те корабли, которые вы полностью заполнили топливом и припасами. Те корабли, которые не были заполнены полностью за ЗРФ, вы не получите. Итак, плюсы, минусы и выводы. Из плюсов можно выделить то, что это один из немногих ТНО-сабмодов, который к тому же нацелен на Россию, да и еще с большим количеством механик. Из минусов, то что собирать корабли бессмысленно. Вроде как наша цель это спасти советский флот, который уже весь ржавый и устаревший. Но мы можем отправиться, не заправив ни единого корабля. Что вообще тогда отправиться в ЗРФ? Возможно, некоторые будут возмущаться. Почему же нет возможности к экспансии? Однако тут все описано и повторяется в игре множество раз. Во-первых, большая часть Камчатки это моряки, а не пехота. Во-вторых, людских ресурсов Камчатки не хватит для дивизий. Мод неоднозначный, нацеленный именно на историю. Он неплохой, но и интересного в нем абсолютно ничего нет. Моя оценка 5 из 10.